привет друзья сейчас хочу немножечко пояснить свою точку зрения на то что происходит с валютой с долларами и что к чему все это приведет итак смотрите 12 июня в россии был праздник выходной день день россии и на этот праздник сша преподнесли очередной подарок они ввели санкции очередные и эти санкции коснулись уже мосбиржи то есть они ввели санкции против московской бирже что такое московская биржа ну эта площадка на которой торгуется в россии все включая валюту соответственно если мосбиржа попадает под санкции то значит соответственно на покупку продажи долларов становится как-то странной потому что с ними нельзя оперировать с долларами евро что в результате значит 13 числа 1 рабочий день открывается биржа что делают россияне некоторые они значит в перепуге но у нашего человека значит инстинкт просто что делать когда что-то случается вот такое резкое ну надо бежать в обменник и перед обменником выстроились очереди ну это было смешно на самом деле потому что потому что это просто бесполезно потому что это просто на уровне инстинкта было а люди не знают что уже ну в общем то два с половиной года идет идут военные действия уже больше двух лет россия находится под санкциями многие банки находятся под санкциями связи с этим в банках ну практически нет долларов нету их на биулина еще тогда запретила банки не имеют возможности продавать доллары их просто нет и свободная купли-продажи долларов она возможно она сохранилась но в каком режиме банки и обменные пункты при банках имеют право продать только ту валюту которую принесли туда граждане для того чтобы избавиться от нее ну то есть нет источника долларов банк не может просто пойти в центробанк и сказать дайте мне наличные доллары чтобы их продавать их просто нет в центробанке просто будут доллары те которые принесли люди люди которые держат доллары далеко не все рвутся их продать люди у которых которые ну как бы избавились от долларов побежали покупать ну как бы долларов нет это первое второе да в связи с этим так как долларов нет стоимость доллара подскочила моментально там до 120 рублей значит как всегда ошалевшие люди вот с такими глазами кричали 200 рублей будет и так далее и так далее ну паникеры были другие люди которые говорили что наоборот все ребята если вы остались долларами то ничего с вашими долларами уже не сделаете в россии поэтому попытайтесь это исправить последние люди ну частично правы на самом деле потому что раньше доллары можно было купить на бирже и продать сейчас это невозможно у меня на бирже на счете лежат доллары но продать и их как-то вот не особо вижу механизма попробую поискать вот почему меня это не беспокоит потому что у меня там аж 17 долларов это остаток ну на валютной секции доллары торговали с плотами по одной тысячи и была так называемая у тс отдельная торговая сессия это внебиржевая торговля долларом это брокеры формировали пакеты по 1000 долларов из мелких пакетов по доллару и соответственно продавали сейчас этого я не наблюдаю механизма вот что еще да ну как бы вот вот такая история и соответственно что будет с долларом а с долларом ребята набиулина объяснила что центробанк в принципе готов к этому шагу сша и ребята не беспокойтесь всем будет спокойно все будет спокойно центробанк готов и сейчас говорит она большинство ну большая часть валюты покупается продается не на бирже на межбанке межбанк остается и как бы ребята все будет по-прежнему но по-прежнему будет через некоторое время все-таки нужно какое-то время а пока следующее какой должен быть курс доллара смотрите чем определяется курс доллара ну в рыночной экономике он определяется балансом между спросом и предложением и сейчас он практически целиком зависит от баланса внешнеторговых операций что такое внешнеторговые операции это россия что-то продает и получает за это деньги какие деньги россия за это получается ну традиционно вся мировая торговля была в долларах сейчас это уже не так потому что американцы сами себе свой сук рубят на котором сидят то есть они контролировали всю мировую торговлю потому что они сказали что ну после там второй мировой войны значит там бреттон-вудские соглашения и так далее они сказали что давайте самая устойчивая валюта доллар и мы будем мы гарантируем и устойчивость этой валюты вот и они наладили систему платежей swift еще тогда и соответственно давайте вот через эту систему платежей работаете вот сейчас американцы вводят санкции какие-то и соответственно сужают действия во первых во вторых система платежей контролируется естественно американцами поэтому американцы контролируют все торговые потоки через эту систему и соответственно могут все это ну как бы прикрыть что они чем они занимаются но когда они вводят санкции то соответственно они сужают в область действия своей же валюты и своего же могущества то есть это обоюдо острый инструмент который в общем так сказать ослабляет в том числе и америку америка ввела санкции против российских банков объемы торговли были колоссальные с европой они естественно вынудили европу тоже самое сделать еще один глупый шаг это ввели санкции против всех россиян то есть карточками российских банков невозможно пользоваться сейчас за рубежом а это значит что ну как бы они ограничили отток денег из россии то есть пускай деньги остаются в россии типа тем самым поддерживая фактически путина вот но тем не менее значит россия достаточно быстро справилась с этим с этой проблемой и восстановила продажу природных ресурсов нефти газа перебросилась на китай перебросилась на индию которые радуются сначала был дисконт абсолютно дикий потом значит запад ввел какой-то потолок цен как вы помните да когда нет стоило там 70 отчета долларов они говорят все а вот все покупают по 70 а у россии вы не можете покупать дороже чем 60 чем это потолок цен вот мы такой установили ну все похихикали конечно но короче говоря есть механизмы сейчас российская нефть торгуется уже говорят с дисконтом всего 5 долларов к мировой то есть практически по мировым ценам основной покупатель китай индия расчеты ведутся в юанях юань становится постепенно уже стал основной валютой которая торгуется на бирже и его можно купить продать там совершенно также как раньше доллар можно вывести в наличные деньги то есть вы можете покупать валюту в юанях юань не такой волатильный по отношению к доллару вот но он ограниченно конвертируемый так мягко говоря во первых курс юаня управляются центробанком китая мы целиком зависим от китая и соответственно есть очень большая вероятность что нажмут на китай и китай скажет но не ребята давайте вы тоже не быть и иванем тоже торговать на бирже поэтому пока есть возможность вы можете купить юани что произошло на бирже момент открытия 13 числа я наблюдаю естественно резкий взлет доллара евро нет я не доллара евро я торговал этим самым фьючерс ртс до на срочном рынке пожалуйста фьючерс торгуется на доллары на евро вот сейчас вы видите график доллара фьючерса доллара который торгуется это фьючерс расчетный вот ну он скакнул вверх сначала а потом все смотрят ну а чё а как она что ориентироваться нет ориентиров ребята если раньше как бы когда торгуешь фьючерсом смотришь на валютный рынок usd рубль tomorrow и собственно говоря понимаешь что фьючерс будет примерно также вести себя а что такое фьючерс фьючерс это когда ты тысячу долларов можешь купить имея в кармане сколько там 12 и 13 тысяч рублей ты покупаешь 1000 долларов но ты покупаешь не 1000 долларов а ты покупаешь фьючерс на 1000 долларов то есть если он вырастет то ты получишь прибыль разницу в цене между покупкой и продажей от в 1000 долларов если он упадет то твои убытки будут от 1000 долларов в принципе фьючерс это не доллары это ну, дериватив такой, как бы это ты покупаешь возможность получить прибыль, ты надеешься, что он вырастет от 1000 долларов. И в залог этой прибыли будущей, ну, то есть ты же рискуешь, потому что если он упадет, то ты рискуешь. Соответственно, вот эти вот 13 тысяч, которые там, или сколько сейчас, я не знаю, гарантийное обеспечение на доллары, соответственно, это просто как залог под эту покупку, из чего брокер компенсирует убытки, он имеет право закрыть эти позиции, если вы улетите далеко в минус. Вот так. Ну, короче говоря, фьючерс. Сначала скакнул вверх, потом ориентиры сбиты, Центробанк молчит, курс доллара не определен, и, соответственно, определен он как? Вчерашним числом, последним курсом. Последний курс не меняется. Центробанк объявляет курс ЦБ раз в день. Никто не знает, что там творится на бешбанке, и поэтому очень быстро, значит, он сначала метнулся вверх, потом вниз, и вернуться к тому же состоянию, которое было. Вы видите это на графике. Далее. Следующий день такой спокойный. Потом кто-то, видать, начал, ну, как бы, прорубил окно на межбанк, и с межбанка пошла, видать, информация какая-то о реальных торгах по доллару. Сейчас я об этом коснусь немножечко подробнее. Как это происходит? Ну, смотрите. Когда Соединенные Штаты вводили санкции против банков, запрещали доллар, SWIFT отключали и так далее, и так далее, у многих людей сложилось впечатление, что Россия отключена от SWIFT. Это не так. Это не так. Совсем. Дело в том, что в каждом, ну, как бы, у меня есть такая теория, что в каждом заборе есть дырочка, которая позволит этот забор обходить. Вот так. Забор – это запрет куда-то пройти, ну, там есть дырочка для своих, кому надо. Дырочку просто легче контролировать, как бы так. Так же и здесь США ввели санкции против основных банков, кроме одного, ну, кроме некоторых, скажем так. И договорились так, что Газпромбанк эти санкции не касаются, потому что тадададанс, Америка продолжает торговать с Россией по-прежнему тем, что ей нужно. Там, ядерное топливо, там, титаны, так далее, так далее. Почему нет? Нам нужно, значит, мы для себя ставим эту дырочку. Вот. Ну и, соответственно, Газпромбанк вне этих санкций. И, соответственно, просто, как бы, роль формирователя вот этого курса в основном сейчас у Газпромбанка. то есть появилась какая-то утечка информации или не утечка о том, по какому курсу происходят реальные сделки. Вот. И, соответственно, все стало на свои места. Фьючерс начал также показывать динамику курса рубля к доллару. О чем это я говорю? О том, что, пожалуйста, вы видите фьючерс на доллар. Но, тем не менее, по-прежнему Центробанк выдает раз в день эти курсы. Раньше курс доллар рубль или евро рубль публиковался по результатам торгов на московской бирже там что-то с 13 до 14, насколько я помню, средняя цена. То сейчас такого нет. Потому что сделки там происходят по другому графику. Поэтому Центробанк в последнее время объявляет курс на завтра где-то в 17 часов, в 18 часов, как правило, в 18.30 перед закрытием дневной сессии московской биржи. поэтому вот позавчера я наблюдал жуткую совершенно картину. Рубль укрепляется дико совершенно. Доллар, евро совершенно дико падают в цене за один день на 5%. При этом курс Центробанка прежний 93,3 за евро. Это я хорошо помню, потому что там у меня произошел буквально на этой почве скандал с одним человеком. он говорил, что надо меняться по 93,3 по курсу Центробанка, как всегда. Я говорил, что я всегда менялся по курсу на бирже. Вот он курс. Ну, короче, он настаивал. Короче, мы долго упирались. Причем как бы вот так вот совсем неожиданно. У нас были достаточно дружеские отношения. А он прямо вот ну, как бы на своем напирает и все. Я такой, ну, ладно, если ты настаиваешь, конечно, давай. Вот, я согласился. Ну, сказал, что, как ты понимаешь, это мне убыток, если он продолжит падать, евро, то, соответственно, потеряешь и ты. Потому что тебе придется искать других людей и так далее, и так далее. Вот. вот что я хотел сказать. Как формируется курс валюты сейчас. Опять же, баланс внешнеторговых операций. смотрите. Россия продает нефть, газ, получает там свои юани за что-то доллары для того, чтобы покупать другие товары. Юани мало кому нужны. Нужны доллары. поэтому идет какой-то вот торговля. Кто покупает доллары? Те, кто занимается импортом. А теперь смотрите. Нефть в последнее время выросла в цене. Поток денег, то есть мы продаем нефть, к нам идут валюта доллары или юани. и куда они идут. Мы во внешней торговле покупаем что-то. Мы страна очень зависимая от других поставок импорта. Поэтому для того, чтобы покупать импорт, нам нужна валюта. Как правило, это доллары. Импортеры покупают доллары. Так вот, в последнее время динамика такая. Экспорт увеличился, а импорт снижается. То есть мы начинаем покупать товаров все меньше и меньше. Почему? Ну, во-первых, потому что санкции прежде всего. Во-вторых, значит, санкции прежде всего. И американцы уже начинают там пальчиком грозить китайцам. Вы там не торгуете, в Россию не продавайте продукцию двойного назначения, грубо говоря. Вот, поэтому китайские банки многие просто прекратили расчеты с основные крупные банки, расчеты с России без предупреждения, естественно, что там китайцы предупреждать, мы так решили. Вот, и соответственно импорт упал. Смотрите, то есть от экспорта деньги идут сюда много, а отсюда мало. Соответственно, здесь денег много, делим на денег мало. Что делать? Для того, чтобы курс устаканился, доллары приходится продавать дешевле. Соответственно, рубль укрепляется. И вот мы наблюдали укрепление рубля аж на 5% сразу. Казалось бы, хорошо. Друзья мои, я вас поздравляю, в этот момент ваша зарплата, если ее пересчитывать в долларах, очень резко выросла. Очень резко выросла. И как бы доллар сейчас там что-то 83 рубля за доллар, а был там под 100. Соответственно, ваша зарплата выросла там фактически на 20%. Это компенсируется тем, что цены в рублях не изменились, поэтому как бы цены в рублях ну как бы остались прежние. Вы получаете зарплату в рублях, поэтому никто этого не заметил даже. Но если так будет продолжаться, если рубль будет укрепляться, что будет с ценами. Ну прежде всего цены на импортные товары очень сильно вырастут. Почему? Ну во-первых, в долларах то они останутся прежние, понимаете? И они вроде бы должны упасть. Но с другой стороны, если импорт сокращается, то товаров будет меньше. То есть эти товары подорожают не в рублях, а в долларах. Вот так вот. Потому что они в дефиците. Извините, спрос рождает предложение и так далее. Баланс между спросом и предложением. Ну в частности, пример привожу. Я вот недавно прочитал, что китайцы выпустили полностью электрический автомобиль, очень хороший, продают его у себя в Китае за 40 тысяч долларов. Ну если мы посчитаем сколько это 40 тысяч долларов, то получается соответственно где-то в районе 3,5-4 миллиона рублей. Понимаете, да? Так вот китайцы сейчас уже начали завозить эти автомобили в Россию. Как вы думаете, сколько стоят они в России. 7 миллионов рублей цена. Ну а чего? Вот так. 7 миллионов в два раза дороже, чем в Китае. Кушайте в долларах в два раза дороже. Ничего личного, просто бизнес. И так будет. Все будут закладывать цены. Мы будем покупать в долларах продукцию выше, у всех. В результате еще один момент. В результате укрепления рубля что будет? Вы будете получать зарплату, если вы посчитаете в долларах очень высокую, но при этом цены в магазинах тоже будут очень высокие, потому что они в рублях и вряд ли они будут сильно снижаться. Да, снизятся, наверное, но как бы в рублях. Вот. и постепенно Россия станет одной из самых дорогих стран в мире по стоимости жизни, если пересчитывать в долларах. Вот так. то есть второй фактор. Ну, а если подумать какой реальный курс доллара должен быть по сравнению с другими странами, я могу сказать, что во многих странах нормальная зарплата считается там что-то так в районе 300-400 долларов. это нормальная зарплата, не касается Америки, естественно, там все по-другому. Вот. При этом я вот смотрел, да, вы знаете, что я там рассматриваю, собираюсь там в Южную Америку улететь. не знаю, как получится пока там проблемы с эквадорским посольством. Насколько я понимаю, уже просто вот без визы полечу. Вот. И там я учусь испанский язык, естественно. И, соответственно, на испанском языке было видео сейчас про трем самым богатым странам Латинской Америки. самым не то, что богатым, а самым большим жизненным уровнем, самыми большими средними зарплатами. Вот так. На первом месте стоит сейчас по-моему Коста-Рика. Коста-Рика. И они приводят в Коста-Рике там, скажем, минимальная зарплата 600 долларов США. и значит дальше они говорят стоимость ну жилья, там квартира, квартплата и так далее и так далее там 300-350 долларов. На транспорт у вас уйдет столько-то, значит там на что там еще на продукты у вас уйдет столько-то в месяц в среднем. это если вы там живете и живете там в своем доме или арендуете не знаю как вот в среднем. Короче говоря если просуммировать все эти цифры то получается минус. То есть если один человек работает и получает 600 долларов то он как бы так либо у него остается ноль либо даже минус. Ему придется экономить на продуктах и на жилье. Вторая страна самой высокой зарплаты это сейчас Уругвай. Это вообще процветающая страна считается потрясающая шикарная и такие же данные ну там уровень средний уровень зарплат скажем 550 долларов также там 300-400 долларов за жилье уходит вот за питание там 100 с лишним долларов транспортом остальное вот суммируем ноль и третья страна это Чили по уровню жизни ну ситуация аналогичная то есть ребята когда вы сравниваете свои зарплаты учитывайте пожалуйста стоимость жилья стоимость продуктов ну как бы вот это вот то есть вот этот вот индекс что там как индекс ППС что ли там Путин хвалился что мы по уровню сейчас ВВП а есть ВВП по индексу там индексированный на цены соответственно мы там на каком-то там высоком месте это действительно близко к истине потому что посчитайте просто сколько у вас средняя зарплата средняя зарплата в России сейчас почему-то уже принято считать что 80 тысяч и соответственно это больше 800 долларов вот средняя стоимость за квартиру сколько платите там 7-8 тысяч рублей в месяц наверное я предполагаю там за двушку в основном люди платят соответственно 800 господи 80 долларов ну совсем не сопоставимые цены там оставаться должно много по идее но достаточно много уходит на продукты на транспорт вот и я думаю далеко не все так получают поэтому страдать от того что у нас там маленькие зарплаты и ехать на запад получать большие зарплаты мне ребята не получится намного лучше жить в стране в России и получать зарплату на западе так по секрету вот то есть на удаленке работать на американские компании какие-то и так далее многие так и делали в общем пока не наступило вот этот бабах вот на удаленке как вы понимаете работают айтишники будьте айтишником учите скилфактори что еще хочу сказать так вот по нашей производительности труда наша зарплата должна быть в районе ну 400 долларов 300-400 долларов вот так я когда был в Литве например да я спрашивал у литовцев какая там у них зарплата ну вот примерно так она и есть при этом они говорят отчисления на страховку их вынуждают делать сильно выше чем у нас сильно выше и там просто вот вообще ничего не остается если работать только на одной работе и когда один человек работает вот это та самая Европа в которую они стремились в которой стремится Украина так что люди какой вывод живите в России вот старайтесь зарабатывать больше и старайтесь зарабатывать в валюте что делать с долларом ну смотрите доллар сейчас рубль укрепился очень сильно доллар упал в связи с тем что я сказал я думаю что это ненадолго он уже фактически восстановился вы это видите на графике вот все это вернулось уже и соответственно что будет дальше дальше я думаю чудес не бывает рубль продолжит падение достаточно серьезное во первых во вторых с большой вероятностью будет разрыв между официальным курсом курсом ЦБ и реальным курсом обмена ну скажем наличной валюты вот так как во многих странах в Аргентине так так в Албании сейчас ну возможно у нас будет так если если уберут на Биолину грубо говоря если не уберут то значит вообще будет все как прежде вот такая история надо ли покупать доллары я думаю что все таки надо я покупаю у меня на бирже вы знаете валютные инструменты замещающие облигации замещающие валютные инструменты и да они очень сильно упали в цене в связи с ростом рубля вот что я хочу сейчас докупить я считаю что очень сильно недооценена акция ГМК Норникель я уже купил ее немного сейчас думаю еще прикупить перебросить туда немножечко денег увеличить долю ГМК Норникеля и не помню там есть и Мосбиржа есть я ее продам у меня там есть достаточно большая доля я показывал Сбербанка со Сбербанком все хорошо не собираюсь уменьшать короче говоря там продавать у меня нечего из акций только покупать вот что я продам ну не знаю может быть из золота что-то выведу вот так не знаю пока замещающих облигаций у меня ну как бы одна замещающая одна РУС-28 у меня тоже спрашивали люди они там резко упали потому что они все-таки валютные как бы что делать они упали я говорю ничего не делайте держите во-первых они дают доходность по-прежнему эта доходность по-прежнему в валюте сколько там 5-6% у меня годовых сейчас уже больше наверное можно купить с более высокой доходностью держите их до конца до погашения вот недавно там в чате обсуждалась какая-то облигация которая там 53% от номинала что ли продается ОФЗ вот я говорю что за облигация такая ну говорят это самая длинная облигация 16-летняя с погашением в 41-м году я посмотрел я ее сейчас ввел в качестве ну инструмента она дает 13,3% годовых доходности сейчас вот чем отличается эта доходность тем что если я покупаю эту облигацию то она будет давать эту эту же доходность 13,3% это доходность которая рассчитывается до погашения данной облигации то есть на ближайшие до 41-го года до 2041-го года раз в полгода буду получать доходность 13,3% отложенных средств вот ставка будет расти не всегда инфляция когда-нибудь остановится и соответственно как только ставка начнет снижаться эта облигация резко начнет расти в цене вот тогда ее и надо продавать ну как бы как одна из идей вот я думаю над этим вопросом может купить ее ну как бы сколько там если 56% вот номинал то соответственно 560 рублей за облигацию которая стоит 1000 рублей уровень надежности максимальный вот такая история что будет дальше с долларом евро я думаю что они будут расти а рубль будет падать сильно нет не сильно так что беспокоиться особо не о чем если у вас тем более если у вас нет денег то в общем не о чем беспокоиться беспокоиться над тем у кого они есть ну и соответственно диверсификация то есть раскладываете денежки по разным кошелькам по разным валютам скажу страшную вещь по разным странам для надежности если есть вопросы задавайте помогу сейчас все до встречи лайк подписка до встречи с вами был Демитков Юрий до встречи субтитры